Внутри страны есть в том же так называемом шоу-бизнесе и компромиссы, и чистое предательство отечества своего. Вы знаете те имена, кто ездит в гости с Акашвили и размахивает украинским флагом. Вот, это мне очень неприятно и, не знаю, плохо пахнет. Никто никого не преследует, заметили. Даже какие-то люди возмущаются, он как-то все ведет, почему? Никто не преследует. Они мигрируют свободно по всему миру и говорят, что это Россия, не Россия, а я какая-то территория. Народ не народ, а хрен знает чего. Вот, поэтому очень, так сказать, Россия очень сдержанно относится к этим. Хотя вот сейчас списки, да, белый список Украины представила нам, показал, так сказать, кого она любит, вот, кого она свои объятия принимает. Вот, и черный список. Я вот видел калаш вчера, вот, я там тоже с товарищами, тоже в этом черном списке. Да, потому что в свое время, когда надо было поддержать президента, мы от нашего движения «Мать и России» тоже написали президенту письмо. Валентина Александровна Петренко, президент и я, председатель наблюдательного совета, мы подписали это и не скрываем своего отношения, и до сих пор не скрываем. А то, что касается вот позиции наших каких-то шоу-представителей, я думаю, что это отчасти идет от того, что кончилось у них творчество. И чтобы привлечь внимание к своей особе, вот, они выступают с такими какими-то резкими оппозиционными какими-то лозунгами и поступками. Вот эта метаморфоза происходит, я думаю, в основном из-за того, что упадок творчества, может быть, износилось творческое сердце, душа. Вот, и поэтому надо привлечь внимание другими поступками, поэтому, может быть, и происходит такое. Это грустно, конечно, но что делать? Я никогда не боюсь выражать свое мнение, все, что я думаю. И мне плевать на то, что обо мне было говорить, потому что я перед собой честен. И даже когда я написал песню «Когда мы вместе» о нашем президенте, который записал Распутина и музыкантом «Кометов», у меня была дискуссия в МК тоже на эту тему, по поводу лизоблюдства или пиетета. Я сказал, что это пиетет, в первую очередь, потому что если было лизоблюдство, я бы чего-нибудь хотел. Театр свой, гранты, дом. Я живу в съемном доме. Честно говоря, за два месяца за последние еще не платил. Я никогда ничего не просил у власти имущих. Я никогда не унижался. А если я с пиететом отношусь к нашему президенту, я отношусь к нему. Я его уважаю. И в 2000 году я летал с ним вместе в Чечню и выступал в госпиталях. И до сих пор нашел подарок, часы. Поэтому я не скрываю. Понимаете? Пиет должен быть честным. Хорошо относится? Хорошо. Я хорошо отношусь, потому что президент ко мне тоже тепло относится. Продолжение следует...